Друзья, мы рисуем кольцо с изумрудом с накладочками из белого золота, инкрустированные бриллиантами. И как фишка кольца это два декоративных банта с двух сторон, которые тоже будут украшены бриллиантами. Ну и изюминка сюжета то, что отрисовываем мы колечко в масштабе 5 к 1 на тонированной бумаге в непривычно сложном ракурсе. И в ходе эскизирования я буду делиться определенными фишками и секретами. В качестве тонированной бумаги я использую бумагу для пастелей и акварели. Но тонированная бумага, она тоже различается. Она может быть более темной, скажем там более светлой и такой средней тональности. Я предпочитаю выбирать нечто среднее как раз потому, что мы можем одинаково эффектно играть как темным тоном краски, так и светлыми белилами. Цветовой кулер мы будем наводить за счет акварели, смешанный с белилами. В качестве белил я больше люблю использовать темперную краску, чем гуашь. Гуашь это тоже прекрасная альтернатива, кому-то больше нравится писать ей, можете выбрать ее. Но с гуашью мне не везет, мне часто белила попадаются очень водянистые. И они не дают точность линии той, которую можно сделать темперой. В качестве палитры рекомендую вам использовать бумагу той же тональности, на которой вы создаете свой проект. Что касается кистей, кисти предлагаю вам использовать синтетические. Дело в том, что у синтетических кистей голос, он такой достаточно упругий, более управляемый. Это тот эффект, которого сложно достичь более мягкими кистями. Я имею в виду пони или белку. Поэтому да, синтетика самое то. Использую кисти разных номеров от, скажем так, среднего до самого мелкого. Но рисуем мы сегодня в масштабе 5 к 1, поэтому я думаю, что мелкие номера нам даже и не понадобятся. И всю работу, скорее всего, мы вытянем средним номером. Друзья, на данном этапе вы уже видите, что я набираю общий цветовой тон кольца. Это изумруд. Его локальный зеленый цвет слегка поделив на светотеневые участки. И накладочки. И, в принципе, из вот этого набранного цветового тона вы уже видите, с какой стороны я запустил свет. Свет я обычно запускаю под углом 45 градусов относительно оси. С левой стороны. Сейчас я сделал то же самое. Запустил свет слева, только отзеркалив его вниз. Ну, захотелось мне поэкспериментировать. В принципе, это видно даже уже из того набранного тона, что вы видите сейчас. Конечно, заниматься отрисовкой кольца в ракурсе, особенно если речь идет о таких сложных фрагментах, как банты, начинающему художнику может быть очень сложно. Поэтому, ну, если говорить о шинке, с ней все проще. Вы можете взять образец любого кольца, повернуть его в нужном ракурсе и отрисовать. С бантами все сложно, фрагмент нестандартный, особенно, когда мы смотрим на них вот под таким углом. Поэтому в таких случаях, ну, во-первых, нам на помощь приходит интернет, чего не было в те дни, когда изучал эскизирование я. И мы можем просто загуглить, ну, к примеру, бант с бриллиантами. И Google вам предложит достаточно вариантов бантов. Может быть, даже подходящими специально для вас, потому что фрагмент бантов ювелирки достаточно популярен. Если ничего подходящего нет и, собственно, воображение, как это будет смотреться под сокращением перспективы, вы не можете. Я, как обычно, советую взять кусок пластилина и из пластилина, пусть не детализировано, но хотя бы набрать общую массу этого бантика. И выставить его под нужным соответствующим эскизу углом и просто срисовать. Кстати, распределение светотени там тоже будет очень явно читаться, особенно если вы его запустите под нужным вам углом. Ну, в общем-то, вот и все советы по отрисовке сложных каких-то фрагментов. Мне мой опыт и мое, как бы, пространственное воображение позволяют отрисовывать банты просто по представлению, даже не вылепливая их. Что касается отрисовки изумруда, конечно, в идеале он должен быть у вас перед глазами, чтобы вы его выставили под нужным углом для освещения и просто срисовали. Если нет, на помощь нам приходит Google с ответами на наши запросы. Вводим изумруд, ашер. Ашер – это огранка изумруда, которую мы сейчас отрисовываем. И, в принципе, здесь достаточно вариантов, удовлетворяющих нашим запросам. Ну, выберем что-то похожее и представим, как по короне камня распределяются огранили. А значит, мы можем представить распределение цвета по камню. Ну, и на худой конец, если уж вообще совсем тяжело, мы можем эту огранку просто вылипить из пластилина. Понятно, что камень прозрачный, но он дает немножко другой эффект. Но, в принципе, чтобы передать сущность граненого блестящего камня, этого уже вполне достаточно. Вот эти два участка деталей, они, не забываем, что металл у нас полированный, будут принимать друг на друга отражение. Поэтому это тоже можно обозначить в отрисовке. Равно, как и здесь. Поэтому игру бликов на металле мы здесь тоже отобразим. Всегда помним, что мы отрисуем металл. А значит, никаких мягких переходов света, полутона и тени на поверхности не будет. Взаимодействовать между собой они будут жестко. Так в проекте и достигается материальность изображения. Конечно, на данном этапе наш проект может показаться уже слишком темным. Но не забываем, что сейчас мы уроним блики на металлическую поверхность, что, кстати, придаст ей эффект металлического блеска. И добавим бриллианты. А бриллианты дополнительно выбелят затемненные участки. Но здесь важно не переборщить, потому что теневой участок нужно тоже держать, а световой вытягивать. То есть здесь мы бриллиантики сделаем более белесыми, а здесь чуть затемненными. Так, после того, как мы ударили легким бликом по крапанам, чтобы зрительно оторвать их от изумруда, мы делаем такой вот пробел на теневой стороне изделия, где будут располагаться камни. В том-то и дело, что камни мы устанавливаем в подрезанную поверхность металла, то есть там у нас образуется так называемое плоденовое зеркало. Естественно, это зеркало примет на себя освещение. Это, конечно, надо обозначить. Вот сейчас, друзья, нам предстоит вписать набранный тон кольца в бриллианты. И какую классическую ошибку допускают новички? Я говорю об этом, потому что тоже когда-то был новичком, и когда-то наступал на эти грабли и пролетал круто. Как рассуждает новичок? Так, нам надо вписать бриллианты. Бриллианты у нас имеют круглую форму. Сейчас мы эту круглую форму впишем в наше кольцо и хорошенько пролетим. Почему? Кольцо у нас находится под ракурсом, под сокращением. И вдруг в сокращающийся кольцо мы вписываем в круглую форму. Естественно, восприятие зрителя будет искажено. Поэтому, чтобы бриллиант, вписанный в колечко, в накладочку, смотрелся вменяемо, адекватно, он тоже должен находиться под сокращением. И, соответственно, быть уже не круглым, а в определенной степени овальным, смотря куда сокращаются накладки. Поэтому сейчас смотрим на форму накладок и бриллиантики туда вставляем по форме этих накладок. Бриллиантики мы пока рисуем очень обобщенно. Это будет просто белесое пятнышко на фоне металла. Но на 100% белый цвет мы не берем. Мы его берем слегка тонированным. Почему? Дело в том, что вот эти пока просто пятнышки мы будем превращать все-таки в оформленный камень. И нам нужно цветовое пространство для маневров. Поэтому на вот этом тонированном пятне мы еще сыграем белым бликом. Кстати, обратите внимание, что вот этой накладки в верхушке есть плановость. И металл, который находится там вдали, мы бриллиантики отрисовываем весьма условно. Потому что фокус внимания должен быть на переднем плане. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Бриллианты, они хоть и мелкие, но они тоже имеют форму. А если он имеет форму, значит, и свет с тенью по камню распределяется очень по-разному. Поэтому на участок короны камня, которые открыты для освещения, мы нанесем вот такие вот белесые пробельчики. Которые в то же время, ну, тут не очень это будет заметно, но разыгрываем как граника. А вот в этих участках банта набранный тон мы, наоборот, не усиливаем белым цветом, а затемняем. Почему? Потому что камни находятся в тени, и они не должны играть ярким светом. Их нужно спрятать, приглушить. Пусть вас не пугает такое, как может показаться, экстремальное вмешательство желтого цвета. Дело в том, что любая краска, особенно темперная, белила, имеет свойство высыхать. И она теряет свою насыщенность. Поэтому, когда красочка подсохнет, будет она смотреться вполне сдержанно. Но передать все-таки желтый цвет кольца я хочу. И, кстати, я дам ответ этому желтому цвету еще на верхушке. Крапанат тоже будет из желтого золота. Вы уже могли заметить, что движения кистью становятся более короткими, более робкими, осторожными. Дело в том, что на конечной стадии какие-то решительные вмешательства могут сильно подпортить общую картину. И, кроме того, не забываем общее правило. От общего к частному и от частного к целому. И вот я сейчас заметил, что в кольце у нас слишком много частностей. Хочется обобщить. Больше всего вот эта вот часть, которая должна быть в тени, все-таки сильно лезет на руку. Мы почти у цели. Но перед тем, как зафиналить эскиз, я хочу заострить ваше внимание на чем. Конечно, масштаб отрисовки один к одному позволяет нам прорисовать даже здесь мелкие корнирочки, удерживающие камень. Кто не знает, кто не ювелир, корнером ювелирного изделия называется пенек, оформленный в шарик, удерживающий камушек. Но надо ли здесь это делать? У нас может получиться каша. И, кстати, многие художники, рисующие в технике гиперреализма, вы можете найти их даже на ютубе, они любят прорабатывать предметы или изделия, не важно, что они рисуют, от и до. Как передний план детально, так и самый задний или нижний. То есть сочная прорисовка света, тени, они даже могут поры прорисовать для реалистичности. Сам я это делать не люблю. Мне больше нравится делить изображение на плановость. То есть передний план проработанный более вкусно, сочно, детально, ярко. И по мере того, как мы спускаемся вниз по шинке, бантики у нас так решены уже достаточно условно, ну и сама шинка, они уже решены в такой дынке, что ли, и тумане. И, в принципе, это совершенно нормальный художественный прием, который используется не только в эскизировании, но и в художественной фотографии, в кино, в принципе, и в искусстве изобразителем. И на этом я бы уже остановился. Сейчас последнее, что нам нужно сделать, это оторвать кольцо от фона. Оно у нас сейчас немножко слита с фоном и смотрится больше как рисунок, а не стоячее кольцо на бумаге. Так вот, чтобы достичь этого эффекта, мы должны уронить эффектную, соответственно, тень, лежащую напротив падающего освещения. Тогда у нас колечко уже не будет просто как бы нарисовано на бумаге, а будет действительно реалистичным. Конечно, по ходу отрисовки кольца я убедился, что съемка, процесс рисования – это тоже искусство, которым мне еще предстоит овладеть. Потому что вы сами видите, что там, где хочется видеть цветовой тон, мы видим блики, отблеск воды. Ну и, конечно, восприятие сильно ухудшается. Да и темперная краска, кстати, я удивился, насколько хуже в записи изделие смотрится, чем в реальности. Жаль, что я не смогу этого показать. Может быть, есть какие-то секреты съемки, которыми еще не владел. Но, ребята, уверяю вас, что на бумаге моими глазами смотрится оно совершенно по-другому. Только что сетовал на гиперреалистов, которые прорабатывают задний план так же эффектно, как передний, и сделал ровно то же самое, что шинка стала такая же смачная, как и верхушка. Ладно, как рисовать ювелирные изделия и прочую утварь, вы уже разберетесь для себя сами. Главное, что я вам подкинул основную идею. Ну, а что сейчас? Ну, я думаю, что зрители, постоянные зрители моего канала понимают, что рисовал я это все не случайно, на случайности времени у меня почти нет. А будет это первое изделие, которое мы сделаем в новом 2022 году. Поэтому от души поздравляю вас с Новым Годом, друзья. И пусть этот Новый Год будет таким же красивым и эффектным, как самые потрясающие ювелирные изделия. С Новым Годом! И до встречи в новом сюжете. С Новым Годом!